итак 57 день пути это последний день маршрута осталось примерно серии 10 до финиша поэтому подведу небольшой итог по маршруту маршрут был выполнен по следующим точкам старт в москве первая промежуточная точка это мурманск знаковое место стела и уже из мурманска в магадан из магадана опять назад через якутию во владивосток из владивостока в крым из крыма москву повторю что маршрут занял 57 дней было пройдено более 33 тысяч 700 километров во время движения дважды менял фильтра и масло двигателя не обошлось без проблем с колесами но это наковыми других каких-то серьезных проблем не было помощь поддержку наказали мне вы своими комментариями это давало силы потому что два месяца практически в движении сразу после финиша начал обработку то есть 19 октября вот октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь вот 9 ну больше девяти месяцев заняла обработка и размещение в ютубе видео об этом маршруте я бы хотел сразу поблагодарить подписчиков за эту поддержку которая давала мне силу обработки размещения ну это прежде всего Елена Ешенина специалист по карелии очень подробные деловые необходимые нужные комментарии по карелии я думаю это для тех кто отправится в такую поездку это будет полезно и очень интересно специалист краевед знает свое дело многие ее комментарии стали для меня открытием поблагодарить владимира мм много полезных советов рекомендаций было от этого пользователя танкист вася путник 81 значит здесь много тоже полезного особенно по дальнему востоку от путника я бы рекомендовал тем кто отправится в поездку почитать его рекомендации комментарии советы мало того что он сам размещает видео о поездках он и дает дельно рекомендательные советы я думаю поможет авто туристам автопутешественникам его рекомендации его подсказки Сергей Шилин Константин О Евгений Бундер Денис Микряков Александр Александров меня порадовало я от души посмеялся от комментариев Евгения Васильева ну вот его примерно такое содержание он пишет это каким нужно быть больным на голову больным на голову чтобы на машине с Владика до Крыма я от души искренне посмеялся благодарю Евгения но я ему ответил что это только половина маршрута Владивосток Крым так благодарность моя любитель игроз 228 Артём 33 Саша Горохов Вадим Дмитренко Максим Королёв Алексей Новиков Александр 7 Ян Ян Янгелинов Виталий Корнилов Фэлла Кук Андрей Макаров Саша Люсин Макс Мирошниченко Счастье не за горами вот такой ник у него такой Лукин Анатолий Маринин просто Марина и Лонский Богдан Ну Я не всех перечислил пользователей кого-то наверное пропустил но не сердитесь я вам крайне благодарен были были комментарии которые я пользователи которых я заблокировал ну это и хамство гробость но это с одной стороны с другой стороны эти политические темы политические дискуссии разборки но это не тот ресурс где на эту тему нужно дискутировать и я предупреждал письменно титрах писал что таких пользователей буду блокировать ну что я и делал ну были еще и такие комментарии как например зачем поехал направо а не налево надо было ехать прямо или развернуться но вот такие комментарии откровенно говоря они раздражали раздражают почему потому что маршрут уже выполнен и вот это вот знатоков в кавычках ну ничего писать ну ничего не пиши лучше чем писать вот такую ахинею такую хочешь показать ну сядь проедь по этому участку размести в ютубе я думаю будет гораздо больше пользы чем сидеть и вот ныть как-то над клавиатурой этих таких людей я блокировал которые своими назову так особыми комментариями просто раздражали и не давали нормально нормально спокойно работать так проблемы которые возникли при обработке видео вы можете отметить сами если в первых сериях мне удавалось сделать карту серии в динамике то есть на видеоплеере дата кам отображалась карта где можно было проследить за курсором по этому участку ну а дальше началось то что мне доставило дополнительные трудности сначала перестала появляться карта дата кам стал пользоваться картами других производителей со временем и они почему-то перестали отражаться на плеере единственная карта которая позволяла более-менее отслеживать это была карта китайских производителей но это когда двигался от Владивостока уже в сторону Крыма но там китайские иероглифы понять невозможно было во-первых во-вторых эта карта была подробная для Китая и населенные пункты России они вообще не отражались или отражались только самое крупное в конечном итоге и китайская карта перестала открываться по каким причинам это произошло я не знаю может быть эти санкции повлияли или еще что-то в конечном итоге стал пользоваться Яндекс картой но в динамике проследить движение курсора там невозможно там только прокладывают маршрут и все но я благодарен и за это было много проблем с размещением видео в ютубе это примерно через два или три месяца после начала обработки и размещения видео на своем канале приходилось иногда некоторое видео перезаливать по три по четыре раза потому что оставалось буквально несколько процентов девяносто восемь процентов уже загружено осталось два процента и трог ютуб обрывал эту загрузку ну трижды четырежды и приходилось некоторые серии призаливать заново и в качестве гарантии что видео будет размещено полностью в какой то момент стал размещать видео и на дзене на рутубе не получилось потому что там объем видео ограничен и это вызывало большие проблемы у меня до начала туристического сезона до июня месяца разместить все видео ну чтобы проинформировать туристов автопутешественников о дорогах о состоянии дорожного полотна инфраструктуре самая скажем так свежая информация о дорогах но к сожалению не получилось поэтому вот затянул до середины июля практически ну я рад тому хотя бы что не удалось до моего личного юбилея это видео полностью разместить надеюсь что оставшиеся 10 серий удастся разместить без проблем мне в июле должно исполниться 70 лет и буду считать это видео подарком для авто туристов автопутешественников для тех кто отправляется в дальнюю поездку просматривая видео чем этот сериал может быть полезен это для тех кто например впервые отправляется в поездку рассчитать свои силы возможности в движении вот например проверить свою выносливость вы можете каким образом подряд просмотреть например один день движения один день пути это примерно 10 11 может быть 12 серий это проверка на выносливость если это затруднительно то планируйте тогда в движении находиться пять часов хотя бы рассчитывая место ночевки вместо привала по координатам которые отражаются на видео забить эти точки на яндекс карте и посмотреть где можно остановиться на ночевку во время движения я принимал пищу только в конце дня когда останавливался на привал на ночевку ну такой у меня режим такой график я от него особо независим то есть почему во время обеда не останавливался посреди дня днем обедать у меня например после обеда начинает тянуть в сон а уснуть за рулем это крайне опасно поэтому если вдруг во время движения вы почувствовали что вас склонит ко сну немедленно ищите ближайшее место где можно будет остановиться и какое то время хотя бы полчаса или часа поспать у меня было несколько раз когда засыпал за рулем каким то чудом просто удавалось сконцентрироваться и даже съехать с трассы в чистое поле и там немного поспать это страшное состояние и контролировать очень тяжело но я например контролировал каким образом что наступает период усталости это по скорости если я видел что скорость начинаю превышать сам себе который установил то это говорит о том что организм требует отдыха требует остановки даже если еще было светло и можно было ехать час может быть два тем не менее я останавливался и ну останавливался на привал на ночевку ну и совсем немного расскажу про оборудование про то что я брал с собой в дорогу это мера была вынужденная потому что на практике случались неприятности которые невозможно уже было исправить так например я брал с собой в дорогу три видеорегистратора на случай ну во-первых и съемку с боковой с бокового окна очень красивые места можно заснять ну и во-вторых это как дублер что ли как на случай если один из видеорегистраторов выйдет из строя то воспользоваться вторым такое кстати было вот в тюмени когда проезжал тюмень по непонятным для меня причинам примерно около 30 файлов оказались битыми их невозможно было восстановить поэтому чтобы сохранить целостность видео я использовал кадры файлы бокового видеорегистратора кроме того я с собой в дорогу взял два ноутбука и один нетбук немного просчитался с внешними жесткими дисками которые пришлось докупать во время движения не хотелось снимать плохое качество поэтому съемку вел на режиме высокого качества а это занимает большой объем памяти кроме того я в дорогу еще взял с собой несколько внешних аккумуляторов на случай если система питания видеорегистратора выйдет из строя ну были такие случаи неприятные поэтому как бы подстраховывался этим брать с собой радар-детектор ну я не стал бы больше брать потому что пользы от него мало практически пользы недостаточно той системы оповещения которая присутствует яндекс навигаторе относительно навигационной системы значит я бы рекомендовал использовать навигационную систему как ее назвать я не знаю map.me или map.me вот иконка зеленого цвета эта система навигации позволяет прогладывать маршрут даже если нет интернета просто скачиваются карты карты местности на карту памяти этой системы навигации и она работает безупречно но в моем случае она работала безупречно до тех пор пока не заехал в Якутию в Колыму там значит меня навигационной системой все время пыталась вывести меня на старую дорогу Р-504 Якутск Колыма Якутск Магадана которая сейчас практически не используется потому что там разрушены мосты и как таковы дороги там не то есть на маленькой машинке там не проехать рекомендую как запасную систему использовать вот эту навигационную навигационную систему map.me или map.me так что еще еще что я думаю не помешает взять с собой радиостанцию она поможет оказать помощь не только в ориентировании в ориентации на местности но и получить какую-то помощь поддержку от дальнобойщиков практически все дальнобойщики у них установлены радиостанции они помогут и подскажут в случае необходимости там возьмут на буксир на прицеп не помешает рекомендую даже с собой брать эти крошки или чайники с электроподогревателем от прикуривателя но здесь нужно быть крайне осторожным у меня было два нагревателя один на алиэкспрессе покупал хорошая кружка там что-то около 400 мл помещается нагревает она это за 20 минут до кипения не может поддерживать эту температуру длительное время но была неприятность в том что при минусовой температуре на колумбе температура опускалась ниже нуля вот этот эта термокружка просто отказывалась включаться хорошо что у меня был прибор тоже чайник электрочайник отечественного производства который безупречно выполнил свои функции при минусовой температуре быстро разогрел воду там кофе утром вот ну и при необходимости там можно и доширак ну и прочие сухие продукты которые берете с собой это чайник использовать носитель на спального места у меня был спальный мешок конверт такой раскрывающийся но он очень неудобный неплохой мешок тоже на алиэкспрессе брал теплый уютный но он очень тонкий и все бока отлежал пока вот не догадался купить надувной самонадувающийся матрас он стоил тогда не дешево порядка по моему 6 тысяч рублей но он того стоит потому что ну неделю две три недели можно спать на железе там на каких-то досках ну а дальше бока начинают болеть так что я рекомендовал бы приобретать спальные мешки кокон вот они и теплые и уютные да и гораздо болезнее нежели вот этот спальный мешок конверт и нужно обязательно с собой брать подушку да это тоже очень важно для нормального сна для нормального отдыха если конечно вы не планируете останавливаться на ночевку где-нибудь в гостинице или в отеле но не всегда это может совпадать с возможностями с желаниями чуть не упустил уж не помню говорил или нет что для переброски видео на внешне жесткий диск необходимо использовать ноутбуки я с собой дорогу брал два ноутбука один нетбук для надежности чтобы сохранить видео отснятого за день и к выбору видеорегистраторов нужно подойти очень аккуратно внимательно потому что не все видеорегистраторы позволяют вести запись в течение 12 часов например например датакам там две карты по 128 гигабайт они с запасом позволяют это делать на трендвижене там карта памяти 128 гигабайт но она одна поэтому во время движения приходилось засекать время останавливаться чтобы менять карту памяти потому что если прозеваешь момент она идет запись по кругу начинает удалять первоначально записанные файлы ну это ну это я считаю ну это я считаю ну очень плохо если будут какие-то файлы автоматически удалены маловажные значения имеют биотуалеты потому что проснуться ночью холодно выходить в холод справлять нужду ну это во-первых рвется сон нормальный и во-вторых не всегда это ну вот как было у меня на колыме когда остановился на трассе вот ну не совсем безопасно потому что там и дикие медведи волки и прочее это не совсем комфортно так что подумать нужно о биотуалетах когда отправляетесь в дальнюю поездку вот такая такая моя рекомендация такой мой совет ну еще одно немаловажное замечание или совет немаловажный это позаботьтесь о вопросам таким вопросом чтобы вас могли отслеживать ваши друзья знакомые родственники ваши передвижения установить автомобиль систему мониторинга для этого есть хорошие радиомаячки на сайте где мои можете выбрать на любой вкус это и такое внутренняя моральная поддержка помощь ну и в цели безопасности можно будет всегда этим воспользоваться ну все что я сказал это больше относится к тому если вы отправляетесь в поездку на несколько недель например от двух недель и более на более короткие расстояния я не думаю что она очень может пригодиться если что вспомню ну я может быть еще один или пару раз буду комментировать по видео роликах ну а пока вот и все вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...